Недавняя атака на США и убийство иранского генерала аукнулись во всем мире, включая непосредственную связь с трагедией украинского Боинга и ростом геополитической напряженности. Тем не менее, кое-чего важного не случилось. Вспомните, что первое приходит на ум, когда на Ближнем Востоке случается очередной рост напряженности. Правильно, цены на нефть начинают расти. Достаточно вспомнить, насколько подорожала нефть в период с 2001 года, как только началась американская операция в Раке и как непрерывно росла цена на черное золото во время всего конфликта. Это, кстати, позволило и РФИ получить невероятный профит, благодаря которому она борзела настолько, что начала подумывать о каком-то русском мире. Сейчас же цена на нефть стабильно остается в пределах разумной рентабельности для стран, добывающих ее не с такими усилиями, как Запоребрик, который вынужден форсировать и увеличивать добычу, чтобы добиться хоть какой-то выгоды. Более того, в данное время цена на нефть стала менее восприимчива ко всякого рода траблам на Востоке, практически перестав подскакивать по любому поводу. Это, к слову, стало весьма большой неожиданностью для Тегерана, а вместе с ним и Кремля, которые рассчитывали на то, что на фоне конфликта цена пойдет вверх, а вместе с ней и барыши от продаж. Но нет, этого не случилось. Цена изменилась лишь на толику, паники у нефтетрейдеров не было никакой, рынок остался стабилен, а после и вовсе продолжил снижение. За счет чего удалось добиться такой невиданной стабильности? Все очень просто. Рынок давно подготовлен и отработал модель нового поведения нефтебизнеса, который ориентирован не на текущей добыче и потенциальных проблемах, связанных с ней, а на запасах и отчасти собственной добыче ключевых импортеров нефти. Для понимания укажем, что в течение всех событий, связанных с конфликтом Ирана и США, эталонная американская марка нефти VTI упала в цене ниже 60 долларов за баррель, что отражает не просто отсутствие напряженности рынка на события на Ближнем Востоке, а вообще какой-либо реакции на это. Если бы это случилось еще лет 10 назад, цены взлетели бы до небес. Сейчас же сланцевая подушка безопасности и обычная бережливость попросту нивелируют энергетические риски для США. Кроме того, Штаты стали адаптировать ходы внешней политики к экономике. Чтобы это увидеть, достаточно сложить пазл, что в день, когда американцы убили иранского генерала, был зафиксирован рекордно низкий показатель импорта нефти в страну – 1,73 миллиона баррелей. Это, к слову, не выдумка, а реальные данные Управления энергетической информации США, которые показывают, что Штаты меняют парадигму взаимоотношений с экспортерами, плюс старательно развивают сланцевую добычу. Например, в Нью-Мексико недавно разработано месторождение на 500 тысяч баррелей в день. К слову, после атаки Трамп так и сказал «Мы независимы от рынка нефти, ближневосточная нефть нам ни к чему». И несмотря на то, что это было преувеличение и откровенное хвостовство, влияние ближневосточного региона, как основного экспортера, очевидно, уменьшилось. Все названное касается не только США. Делать стратегические запасы на случай, если у всяких фанатиков возникнет охота пострелять, научился Китай, Япония, Корея. Да что там. Даже Саудовская Аравия и ТАСС создала огромные запасы нефти, по неподтвержденным данным, более 10 миллионов баррелей. Вот, собственно, отсюда и такая приглушенная реакция на кризис с Ираном, когда рынок попросту отмахнулся от ситуации, будто ничего и не произошло. Безусловно, убийства Сулеймани и ответка Ирана не были долговременными конфликтами, но в то же время они были реальными. Если же вспомнить, что летом 2008 года лишь слух о том, что Израиль начинает учение, приводил к резкому росту добычи нефти и увеличении цены почти до 150 долларов за баррель, то нынешняя ситуация демонстрирует просто огромнейший прогресс и потерю влияния нефтяных королей. Постфактум отметим выводы, которые сделали из ситуации аналитики Bloomberg. По их мнению, недолгие конфликтные ситуации на Востоке выгодны только тем, кто, говоря брокерским языком, «шортит» на коротком временном отрезке резкого скачка цен на нефть, что и произошло в ситуации с Ираном. Поэтому вполне вероятно, что кто-то конкретный получил серьезную выгоду от кратковременного конфликта, поскольку долго продержаться высокая цена на нефть просто не смогла бы. Возможно, именно потому не стоит удивляться столь мягкой реакции США на обстрел военной базы или тому, что Иран предупредил о своей воздушной атаке. Единственные, кто безусловно потерял все в этом конфликте, это пассажиры рейса «Тегеран-Киев», которые стали жертвами непонятной и даже крайне мутной геополитической игры. «Имиджево» потеряла и Украина из-за такой же загадочной реакции этого «зелебобы» на происходящее.